Спортивно-патриотическая акция «Возвращение в родную гавань» в этом году включает и соревнования по регби. Эти состязания стали уже традиционными, с каждым годом география расширяется. Так, в 2018 турнир впервые принял гостей из Саратова. По словам организаторов, началом стал первый регбийный матч между севастопольскими командами. Он приурочен к первой годовщине возвращения Севастополя и Крыма в состав России. Тогда было много зрителей, приехали ночные волки поприветствовать команды. И эта традиция распространялась дальше. И сейчас уже четвертый раз мы проводим этот традиционный турнир. Этот вид спорта зародился в Англии в 19 веке и стал основоположником таких дисциплин, как регбилинг, австрийский и американский футбол. Задача каждой команды – результативное действие в атаке, поражение ворот или занос мяча в зачетную зону противника. При всей кажущейся жестокости и борьбе на поле игроку не обязательно обладать мощной комплектацией и вступать в единоборство. Для регби не имеет пластические позиции. Комплекция. Большой ты человек, маленький ты, высокий ты, низкого роста. Без разницы. Каждый занимает свою позицию. Силовой вид спорта и игровой вид спорта. Мы тренируемся разнообразным способом, борьбой, с мячом на поле бегаем, развиваем различные качества, такие как выносливость, силовые качества. Формат этого турнира – круговая система с зачетом. Команды в течение двух дней провели матчи друг против друга. В последний день соревнований определился победитель – симферопольская команда «Крымские волки». Наши команды на втором и четвертом месте. Саратовский коллектив стал третьим. Дмитрий Дудко, Михаил Кумбров, Павел Булгаков. Информационный канал «Севастополь». Продолжение следует...